Несколько лет назад ты рассказывал мне о своей пагубной страсти, которая тебя едва не сгубила, а казино. Почему едва? Меня и сгубило казино. Мы сейчас об этом поговорим. Как впервые ты переступил порог в казино? Где это было, ты помнишь? Это было в Берлине, когда я поехал в Блауайс играть. Там познакомился с мигрантами нашими, русскими, евреями, которые уже уехали в Германию. И поехали, пригласили меня, не помню, Европа-центр тогда на Кудаме, Курфюрстердам, в центре Берлина, большое казино. И вот там первый раз я как бы... Ну они сами играли, мне говорят, ну давай как-то что-то... А я на рулетке, не знал, что делать, подошел к столу и эти ставил, как их называют... Фишки? Ну фишки я знаю, эти ряды, так как бы там берешь два ряда и это по сто марок я ставил, по-моему. И вот так я все время угадывал, угадывал и две тысячи марок я смотрю, за вечер я выиграл. Ну ничего себе, прибыльное какое-то дело. Зачем футбол? Можно в казино? Можно в казино совмещать, футбол с казино. Ну я вообще по натуре азартный очень такой, то есть как бы боец, люблю всегда побеждать, что в футболе вот как не люблю проигрывать, в дыр-дыр там или где-то это самое, так и видно тут. Сначала оно мне дало казино выиграть, а потом начал ходить, ходить, ходить и уперся рогом, как это я так проигрываю, тут выигрываю. Начинаю до конца лезть, а оно, знаете как, все-таки казино выиграть это очень сложно. Невозможно. Невозможно, да, практически невозможно. Ты это точно теперь знаешь. Ну теперь уже когда я проиграл очень большое количество денег и квартиру, в частности, вот это единственное, я жалею, что я квартиру вот свою на Горького, которая у меня была. Но ты сказал в интервью в Бульваре, что ты проиграл миллион долларов в казино. Ну где-то, где-то вот я думаю, где-то эта цифра. И вынужден был продать квартиру? Ну квартиру это уже было здесь, я в Берлине много играл там, и вот все деньги, которые мне там подъемные давали, там там все-все засаживал. Мне там как-то дали 100 тысяч марок, я же застрахованный был от травмы, и посадили на поезд, говорят, езжай домой, все, лечись там это самое. Я беру договаривание с проводницей, мне открывают с другой стороны двери, я беру с этими деньгами. Меня домой уже сообщил брат, мама, там все родственники должны встретить. Я еду в казино в течение… Со ста тысячами? Со ста тысячами, две недели. Ну я как бы жил там, да, ну я не сразу как бы их правил, но в течение двух недель там где-то так. Они меня ждут, встречают, на звонки не отвечают, там перепуганные все, знаете как. Едет с деньгами такими и тут не могут дозвониться. Вот это две недели вот ходил так вот… Повеситься не хотелось после этого? Да я не знаю, я как бы такой человек, что я быстро отхожу. Я могу так как бы нервничать все, но я после этого… Да, если бы я сильно там, ну, брал это близко к сердцу, да, то может как-то это… Ну, как-то так отходил, как-то там забывал, переключался на другое что-то. Сколько больше всего за вечер ты проигрывал? Ну вот это вот, вот эти сто тысяч марок я проиграл за деньгами, а так за вечер… Это же главные деньги, несколько Мерседесов. Да, 20-30 тысяч долларов бывало. Я вот как-то играл в салюте, 45 тысяч выигрывал долларов. Здесь в салюте? Здесь в салюте. Вышел утром, говорю, где тут машину можно купить? Ну так, шутяно. Угу. Походил, походил, потом меня опять что-то замкнуло, опять думаю, дай сяду, поиграю. И буквально за час этих денег не стало. Вот такие случаи были. Но были моменты после таких проигрышей, когда что-то хотелось с собой сделать или всегда отходил? Да, не было. То есть ты философ? Да, вот такого не было. И как-то вот не знаю почему, но до сих пор как бы я тоже как бы играю в спортивный покер. Ну это уже немножко совсем другое. В турнирах участвую, по Украине ездил. В бильярд я знаю. В бильярд играю. То есть ну как бы я человек холостой, неженатый, живу один. Что делать в четырех стенах? Вот я как бы играю в бильярд, мы собираемся своим коллективом, там уже наигранный коллектив. Викенд на Горьково, Боженко там из Силипо и на втором этаже бильярдный клуб. Мы там собираемся частенько, играем, общаемся. Ваня, ну ты же умный человек. Ты наверняка читал литературу и Достоевский, и Пушкин. Кто только об игроках не писал. И ты знаешь, ты говоришь сам, что у казино выиграть нельзя. Да, но это вот я же говорю, что я анализирую это вот сидя сейчас как с вами, да. Я все рассуждаю правильно, все говорю, все это понимаю. А ноги потом несут. Да, а потом, когда только сел за стул, ноги несут, как только сел за стул, как будто меня нельзя оторвать. Не знаю почему это, с чем это. Это и сейчас продолжается? Ну сейчас продолжается, но сейчас уже может быть не так, потому что все-таки осмысление уже сколько лет и сколько было и сыграно, и проиграно. Сейчас немножко уже по-другому я подхожу к этому вопросу. Ну сейчас бывает тоже где-то и замазываешься, где-то выигрываешь, но в основном сейчас как бы уже голова по-другому, трезво работает. Ну это казино, а тут немножко совсем другое. Ты же играешь между собой, читаешь игру, читаешь ребят, игроков читаю, должен как-то быть психологом, математиком и так далее. Ты вогнал себя в долги тогда, да? Да, конечно. Были большие долги? Ну тысяч 30-40 было доллару. Ты выплатил все? Да. Сегодня тебе есть где жить? Где ты живешь? Это твоя квартира? Ну я снимаю сейчас на съемочной квартире. Сегодня тебе есть на что жить? Ну так, пытаюсь как-то. У меня есть друзья, которые помогают. Есть ребята, есть Кравченко, Николай такой замечательный человек, вот теннисист. Я бы сказал, без двух дней чемпион мира по теннису, по ветеранам. Он сейчас, вот мы ездили в Черкассы, на днях вот это Селена такой построили теннисный клуб, замечательный в Черкассах, вот возле Черкасс. Вот в ветеранские турниры, вот он ездит и играет. Вот я ездил сейчас пару дней был с ним. Вот как-то помогает, мы с ним как-то общаемся, дружим. Вот. Ну, как говорится, мир не без добрых людей. Ну все.